Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Заезжай и живи. Дом на улице Пушкина фактически отремонтирован. Повышая грамотность, в региональном управлении Ростехнадзора рассказали о самых востребованных госуслугах. Ты мне, я тебе. Как предприимчивый директор интерната решил заработать на мертвых душах. Жильцы дома по улице Пушкина уже могут смело въезжать в квартиры. Внутренняя отделка завершена. Об этом сегодня в интервью нашему телеканалу заявили представители компании-подрядчика. За период ремонта они укрепили фундамент, заменили окна, двери инженерной системы, заново провели электропроводку. Капитальный ремонт дома по улице Пушкина завершен. По крайней мере внутри, а именно это было необходимо для заселения жильцов. Анастасия Сиднева переехала в квартиру раньше других. Были обстоятельства и весь ремонт, по сути, прошел на ее глазах. Говорит, сделали все качественно, как договаривались. Диалог был хороший с подрядной организацией. То есть было голосование, кто за какой вариант. Было два варианта. Либо у всех все одинаковое, либо кто-то, кто может, выбирает. Естественно, у нас был до этого тоже хороший ремонт. Мы проголосовали за второй вариант, чтобы выбрать себе то, что нравится. Все качественно, то есть все заменено. Плитка, керамогранит на полу. Поэтому и стоит и раковина, и ванна, и смесители. В общем, все это было уже при въезде в квартиру. В какое время заезжать в квартиру, каждый решает для себя сам. Кто-то уже обживается, а кто-то вообще был здесь только в начале перестройки. Индивидуальные нюансы планировки подрядчик решает на месте. Тем не менее, факт остается фактом. Жить здесь уже можно. А некоторые детали внешнего контура дома строители доделают чуть позже. Работы внутри дома выполнены на 100%. Людям ничего не мешает заезжать. Первый подъезд заселен 50%. Второй сегодняшний день начинают заезжать, заселяться. За весь период был усилен фундамент. Залиты на первом этаже новые полы. Полностью дом усилили. Оконные проемы обоймами усилили. Швеллером стянули полностью весь дом в два швеллера. Видите, вот снаружи залили фундамент. То есть усилили полностью, усилили дом. Утеплили, оштукатурили, покрасили. Сегодня в доме есть газ, электричество и тепло. И уже второй раз приходил наладчик проводного интернета. Его визит – один из главных показателей полноценного обустройства быта. Лишь десятая часть всех заявлений в Преокское управление Ростехнадзора приходит в электронном виде. Цифры не особо радуют. Об этом сегодня на видеоконференции заявили представители ведомства и предложили повысить электронную грамотность. Преокское управление Ростехнадзора оказывает 15 государственных услуг. Из них 11 в электронной форме. Так уточняют сегодня в управлении. В формате видеоконференции сегодня обсуждали как раз востребованность портала государственных услуг. Если рассматривать, в частности, Рязанскую область, то самыми такими востребованными государственными услугами у нас явилась – это регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре, организация аттестации в области промышленной безопасности, безопасности ГТС и безопасности в электроэнергетике, и регистрация и заключение экспертизы промышленной безопасности. Если в сухих цифрах, то отправленных документов, так сказать, не выходя из дома, в общем количестве только 8%. Даже в самых востребованных услугах процент обращения варьируется от 1 до 4. С чем это связано, управление и пытается разобраться, ведь главная цель – перевод в электронный формат всех социально значимых услуг. Положительных моментов предоставления этих услуг больше. То есть, это, во-первых, в любое удобное время, из любого места можно подавать заявление. Значит, это снижение коррупционной составляющей. Это сокращение сроков предоставления услуг, если это сравнено с обычными, значит, видами их оказания. Совещание межрегиональное. Участвуют не только Рязань, но и Калуга, Тула, Орел, а также специалисты из смежных областей. Необходимо отметить жесткую, но конструктивную позицию рязанского отделения. Уже можно предварительные итоги подвести. Показала, в общем-то, и практика прохождения отопительного сезона. Все по делу, все по существу. То есть, я, в общем-то, доволен сейчас тем взаимодействием, которое у нас сейчас в Рязанской области есть. Уверен, что все цели, которые поставлены перед данным совещанием, будут достигнуты. Публичное обсуждение ведомство проводит ежеквартально. Следующая встреча в мае. Замену троллейбусной сети в Рязани завершат 15 марта. Об этом на комитете по бюджету в Гордуме сообщил исполняющий обязанности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов. Чиновник отметил, что сроки завершения работ нарушил подрядчик. Причина недостаточная для такого объема количества бригад. Сейчас работа продолжается. На данный момент она завершена на 90%. После окончания подрядчику начислят пенни и штрафы. Любопытное дело попало на стол к рязанским следователям. Директор образовательной организации подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. А началось все с, казалось бы, доброго порыва. Как рассказали следователи, началась эта история в ковидной 20-й. Тот год к директору одной школы-интерната пришло четверо сотрудников с заявлениями на увольнение. У начальницы тут же созрел план. Дескать, вы увольняетесь, но банковские карты отдайте мне. Фактически работать вы тут не будете, а по штату вы четверо продолжите числиться. А деньги, которые сотрудники будут получать, директор пообещал опускать на нужды школы-интерната. Сотрудники образовательной организации согласились и директор школы-интерната с сентября 2020 года по ноябрь 2023 года получала и распоряжалась по собственному усмотрению денежными средствами, начисленными в качестве заработной платы, фактически не работающим сотрудником школы. Кроме того, подозреваемая неоднократно премировала указанных сотрудников, нося в приказы о премировании заведомо ложные сведения. За три года директор насобирала таким образом почти 5 миллионов рублей. При этом тратила деньги она, говорят оперативники, совсем не на нужды интерната. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. На имущество подозреваемой, частный дом и земельный участок, адастровой стоимостью 5,3 миллиона рублей судом наложен арест. С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Сразу несколькими историями о наркозакладчиках поделились рязанские полицейские. Во всех эпизодах курьеров брали с поличным. Подробности далее. Начнем с одного из недавних дел. На своем маршруте патрулирования полицейские заметили необычного мужчину, который остановился, поднял какой-то сверток земли и пошел дальше. Стражи порядка решили мужчину опросить. На всякий случай. Очень похоже было на то, что поднял мужчина закладку. Оказалось, подозрения были не беспочвены. Убегающего мужчину догнали быстро. При личном досмотре обнаружили небольшой пакетик с белым порошком. Экспертиза подтвердила это синтетический наркотик. Мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228. Максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Другой пакетик с синтетикой полицейские нашли при курьезных обстоятельствах. В МВД поступил вызов. Дескать, в отеле некий гражданин учинил дебош. Патрули совместно с участковыми уполномоченными полицией выдвинулись по указанному адресу. В отделе стражи правопорядка выяснили, что нарушителем общественного порядка является 24-летний неработающий житель Рязани. В ходе личного досмотра у него был изъят пакетик с белым порошкообразным веществом. При опросе мужчина подтвердил, что в пакетике содержится так называемая соль. Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Октябрьскому району Рязани. Вердикт экспертов был неумолим. В пакетике 0,2 грамма производного N-метилэфедрона. Статья Тажен 228. Часть только первая. Максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Третий эпизод снова закладчик. Под подозрение попал 26-летний рязанец. После отбытия очередного срока он вернулся в город и, как говорят полицейские, встал уже на протаренную дорожку. Стал курьером нелегального интернет-магазина. В этот раз задержали закладчика на улице Советской Армии. С товаром. Затем полицейские вместе с задержанным проехали на улицу Кольная и провели обследование съемной квартиры, в которой он проживал. В ванной комнате были обнаружены и изъяты 4 упаковки с порошкообразным веществом. Проведенным в ВКЦ ОМВД исследованием установлено, что вещество является производным N-метилэфедрона. Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято 156 граммов синтетики и 0,31 грамма гашиша. Оказалось, промышлял парень не только в Рязани, но и в Нижнем Новгороде. Там оперативники УНК изъяли несколько закладок. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальный срок – до 20 лет лишения свободы. В Сергеевском храме Рязани освящен образ святителя Луки Крымского, написанный по инициативе регионального отделения общества православных врачей. Сам Лука Крымский, напомню, является покровителем медицины и врачей, в первую очередь хирургов. Освяняется образ, и вот это стандарт, который открыл в отеле, все освященные войны, от своей стены, стандарт. На иконе – святитель Лука Воина Ясенецкий, архиепископ Крымский. Написана она по инициативе регионального общества православных врачей. Освящена в Сергиевском храме. Место выбрали не случайно. Здесь регулярно проходят беседы прихожан с медицинскими специалистами. Люди узнают о симптомах распространенных заболеваний и о профилактике. Дорогие братья и сестры, сегодня мы осветили образ святителя Луки, который является покровителем православных врачей. И надеюсь, что мы будем этим образом молиться. А святитель Лука будет нам давать помощь для того, чтобы мы могли окаживать помощь нашим нуждающимся в ближнем. С инициативой написать икону святителя Луки выступил кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии медуниверситета Сергей Глотов. Доктор рассказал, что в Сергиевский храм он регулярно заходит перед работой. Читает тропарь, получает благословения на рабочий день. Хотелось бы иметь образ, пред которым врачи, когда собираются, могли помолиться, могли послужить в какие-то конференции, какие-то выездные мероприятия. То есть образ, который защищает, благословляет врачей на добрые дела. Поэтому родилась такая идея. Сергей Глотов добавил, что регулярно обращается к иконе святителя Луки и всегда получает отклик. У Сергея Глотова есть в кабинете схожая икона, написанная монахами Иоанна Богословского монастыря. В Сергиевском храме же появилась икона, написанная Татьяной Булановой. Икона всегда созидается молитвой. Прежде всего, самих заказчиков. Это очень чувствуется всегда, когда заказчик молится о твоей работе. Это первая помощь как раз при написании иконы. Ну, естественно, сам их напишется, не может без молитвы писать. То есть, соответственно, все направлено на молитву. Это как главный инструмент в написании иконы. Святитель Лука получил хорошее образование хирурга. После отправился в глубинку простым земским врачом. Помогал всем, не делая разницы между бедными и богатыми. Смерть супруги стала толчком для нового этапа его духовной жизни. Священный сан он принял уже в годы гонения на церковь. Ссылку святителя Луку отправляли трижды. Последний раз в Сороковом, в Сибирь. Врачебную деятельность он продолжил в местной больнице. После начала Великой Отечественной войны он написал телеграмму, что может быть полезен армии как практикующий хирург. И добавил, что по окончанию войны готов вернуться в ссылку. Как итог, в 1946 году профессор стал лауреатом Сталинской премии первой степени за разработку новейших хирургических методов лечения. Тот, кто читал книгу «Я полегал страдания», я думаю, что откроет для себя удивительные, удивительные страницы из биографии, из жизни, из веры этого человека. И, конечно же, хочется, чтобы он с нами был рядом. И воодушевляясь светлым образом и подвигом Луки Крымского, мы надеемся существенно улучшить, собственно говоря, свою работу по основному направлению общества, которое заключается в оказании помощи, в обучении, в просвещении и посвящении себя богоугодным делам. В храме по-прежнему будут проходить беседы православных врачей с жителями областного центра. Присоединиться к ним могут все желающие. Теперь они будут начинаться с молитвы перед образом Небесного Покровителя Объединения. И это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова